Главная достопримечательность Лабуана это Демарь. Заметно дешевле, чем в остальной части Малайзии. Космический корабль какой-то пришельцев. Еще морской огурец. Блин, еще чуть не наступило. Еще! А это все еще Лабуан. Вот это вот остров, который тянется. Это Лабуан. Утро в Котакинобалу и вот эта вот посудина будет нас везти в Лабуан. Три часа. Наверху первый класс, внизу эконом. Уже и посадка. Так выглядит кают второго класса. Так нормально. В принципе ничего. Он полупустой. Добро пожаловать на Лабуан. Такой немаленький порт. Вот эта посудина нас привезла. Кондиционер, конечно, там врубают так сильно. Какой кондиционер? Ну, а если вы едете на Лабуан, то видите, что вы его не возьмете. Я так замерзла. Главное не заболеть теперь. Ну все. Идем на Лабуан. На Лабуане тоже готовятся к празднованию китайского нового года. Флаги, фонарики. Зашли в индийский какой-то местный ресторанчик. Рис, курица, морепродукты, которые Оля съела. Карри, салат, ананас, огурцом. Офигенно все. Поселились в нашем этом Лабуанском жилье. Ну это прям букинг не подвел. 9,3 на букинге. Цена такая же, как в Коте Кинобала, но в Коте Кинобала жили в там раздолбанном практически хостеле. Тут чистенько и неплохенько. Окно открыто. Кондиционер есть? Есть. Все. Тапочки, кофе, напитки, вода. Вообще. Еще есть стиралка была в этом на входе. О-о-о-о. Очень неплохо. И внутренний дворик нашего жилья. Катаемся тут только на этом местном Убере. Цены тут дешевые, потому что в Малайзии на удивление бензин дешевле, чем вода. Поэтому общественный транспорт там вообще проблема. А этот местный Убер по нормальным ценам. Пляж, конечно, такой шикарнючий. Здоровенный. И вон остров какой-то. Может даже оттуда и доплывем. Ну посмотрим. Ни одного купающегося человека нету. Что в принципе немного странно. Прошлись аж прям оттуда до этой косы. Никто не купается. Только парочку рыбаков. Петухи тут какие-то такие похожи на филиппинских этих боевых петухов. Тоже такие длинные лапы. Сами все такие коренастые. Ну да, кушать тут нечего. Возле моря в нашем районе домики такие. Везде есть проход к морю между домиками. вот такие где-то через каждые пять домов стоки. Канализация туда течет. Прямо в море. Возле моря тут есть парк мира. Единственный в Малайзии такой парк. Тут была Вторая мировая война. Союзники победили японцев и построили парк в честь всех кто воевал во второй мировой войне. Такой ухоженный. в парках в парках в парках котики. Да, тут они везде. В каждом дворе котик. В парках везде котики. Котики тащат. Хорошие котики. кот. Кот. Я думаю мы знаем этот пляж в парках в парках в парках О, люди вообще свивут в парках в парках в парках в парках Это примечательная слабо, а мне на этих навещанных садзот из печи. То есть это один, как бы считается, лучший пляшный план. Ну, собственно, ничего такого особого нет. Главное, что мы дача из Таина. Ну, все, спасибо. Покатались на дорогу. Это, конечно, мы попались на лоб у таксиста. И сейчас мы его на заплате, наверное, много. Таксист мало того, что деньги не запросил, так еще и у нас было без сдачи. Чуть-чуть больше, чем нужно было. Он говорит, а нет, давайте меньше, не нужно мне больше. Так что в Малайзии таксисты совсем не такие, как у нас на родине. Нормальные люди. Ну, и мы же такси заказываем через приложение. Там уже цена фиксированная. Так что он больше взять не может. Малайзийский Uber, который работает, как бы только местные жители подрабатывают на нем. Потому что само такси, которое официальное, там какое-то, то, конечно, оно дороже будет. Чуть-чуть. Ну, не на мой. Я бы не сказала, что чуть-чуть дороже, если вот просто ловить попутку где-то на... Потому что я это там читала на форумах. Все, приехали уже в этот, в город Виктория, столицу Лабуана. Ну, столицу острова или еще как-то. Просто Лабуан-Сити называют его. Ну, такое. Хороший городишко. Местная. Обязательно к попробованию. Кокосовый пудинг. И его можно найти там буквально в парочке мест. Поэтому, ну, довольно дорогой. Сколько он? 12 или 14? 14. 14 местных. Нет. Это тут он дорогой, потому что мы почему-то завалились в какой-то, если честно... Да. ...фенсивый остров. По пункте водителю все. Футбольная игра между любительскими местными командами. Ну, а когда еще в футбол играть? Днем же жара. Вечером нормально. Зашли в супермаркет в этом, в Лабуане. Цены заметно дешевле, чем в остальной части Малайзии. Вот эта вода обычно стоит 2-3 малайзийских рингвитов, а тут она стоит 0,95, то есть 1. Почти в три раза дешевле, да. У Лабуан действительно дьюти-фри. Особенно, если с лизных местах. Едем домой, обратно, с нашего центра. Живем на окраине острова. И тут, смотрите, такси. Это Mitsubishi Pajero. Куча всякие пикапы эти гоняют тут. Потому что бензин супер дешевый. Хоть оно и жжет там 20 литров у нас по километру. На бензин дешевле воды. Тут вон эти таксуют на пикапах. Пришли рано утром на пляж. А, но уже 10 часов. 10, да. Тут прям сильный отлив такой уже. Вон видно, где раньше было море и где сейчас. Мелко. Идешь, идешь. Все равно мелко. Перешли на другое место. А то там что-то вообще мелко. Вчера вот были на этом месте. Этот камень был уже почти в воде. Сейчас вон уже. Отлив сильный. Пойдем посмотрим, что там в воде. Морской огурец. Ну или какой-то слезняк такой. Ну черный такие. На нем полоски. Вот это? Да. Я думала это камень. Я не хочу наступить на морского. Огонь еще один. Видишь? Вот. Еще морской огурец. Блин, еще чуть не наступила. Еще! Вот смотри, вот это точно краб. Это, смотрите, вещи штаны. Мне шутся. Ну можно было, да, дойти даже. Если плавательный круг, чтобы не бояться морских этих огурцов. Может быть даже главная достопримечательность Лабуана. Этот дымарь. Который британцы привезли сюда. Ну не целый, а по камням. И построили его здесь. Высота где-то 20 метров. Наверное, главная достопримечательность. Выиграл какую-то награду там даже. Пока Паша рассказывает, я оцениваю таксиста. Потому что после каждой поездки вылазит 5 звездочек. И нужно поставить. Ну если хотите, можно и ставить. Я же сначала не знала, не ставила. Но сейчас уже ставлю. Посмотрим внутри. Есть? Участница есть. Ооо, да. Сноу-плайминг написано. Ну понятно, блин. А вот тогда бы залез было интересно. Ну просто, как смотровая площадка. Но она очень, как бы грифная уже. Тут вон кокосовое дерево растет с кокосами. Вот это да. Нашли еще возле Чимни как раз такой-то walking trail. С достопримечательностями то ли Второй мировой войны, то ли британская и колониальная. Посмотрим. Что? Пока что-то ничего не видно. Прошли метров сто. Может, есть. Но никакой достопримечательности пока нет. А это все еще Лабуан. Вот это вот остров, который тянется. А это Лабуан. Даже в центре видно. А вот и первая достопримечательность. Это склад для снарядов. Тут даже видны вон эти выстрелы по нем. Круто. Оля, что там внутри? Просто как это. Комната. Кто-то, наверное, использует квартиру. Ну и правильно сделали, что тут рядом построили нормальный туалет, чтобы не было желания использовать артиллерийскую. Рифы. Вот это тут интересный такой берег. Пляжей нету, правда. Интересно. А вот и это хранилище снарядов. Следующая достопримечательность встречает горами мусора. Ну, можно пойти посмотреть, что там. Оля, сюда. Грот. На Чивни отсюда даже лучше вид, чем с этого, чем с парка. Ну, едем домой. Да. Камера что-то перегрелась или плохо началась снимать? Огон перегрелся. Короче, жарко тут электроники. Какая-то такая... Футуристическая месчечь. Выглядит, как этот, какой-то корабль Дарта Вейдера. Да. Но это мечеть. И внутри же там никаких фресок тоже нет. Девочки видят, что мы снимаем и смеются. Часовая башня Лаблана. Ну, конечно, да. Тут рядом море. Такой спортивный комплекс. Жрачка. Такой променад лабланский. Здесь часовой башней сюда идти. Ну, стоит. Можно посмотреть. Реплика, да. А, так это еще не оригинальная? Да. Реплика, которая была там больше ста лет назад. Реплика. Оно еще и не оригинальное. Не оригинальное. А мы сюда шли по килограммам. Городской пляж прямо возле этого. Возле порта. Ну, такой, да. Никто не плавает. Неудивительно. Ну, и куча кораблей. Прогуливаемся по Лаблану. Пойдем посмотрим на местную мечеть. Давайте, смотрите, у них дома на сваях. Или их когда-то затапливали? Может быть, когда-то, да. Потому что там вот старые домики у нас у нас стояли. Вон кот на машине сидит. Кот хороший. А вот и эта мечеть. О, там, смотри, внутри какая-то тетя с таким этим зонтиком. А не зонтик, то он и на голове несет что-то. Ну, не знаю. Реально, как космический корабль какой-то пришельцев захватил этот. Лаблан. Прикольно. Да, два зала, значит. Пахнет лапочно, потому что картошка фрит. Да, захотелось картошки фрит. И курица барбекю. И все очень, очень недорого. Ну, и лапша с этим, с морепродуктом. Не, не с морепродуктом, с курицей вроде еще с чем-то, с овощами. В Лабуане есть все для того, чтобы привлечь туристов. Вкусная еда, морепродукты. Рядом есть острова для дайвина или снорклинга. Отличные пляжи уже на самом Лабуане. Огромная береговая линия. Трекинговые тропы. Но туриста почему-то нет. Ну, есть, ну, единицы, можно сказать. Практически никого, даже китайцев нет. Потому что, как бы, место еще не сильно разведано над туристами. Да, и особо... Ну, есть отели такие, они в старом центре города. Их там много. Но вот там, где пляж, хороший пляж, там такие гестхаузы, которые, собственно, стоят местные. То есть, они довольно дешевые. И до пляжа буквально рукой подать. Но момент того, что там общественного транспорта никакого. Поэтому нужно только заказывать тот самый Grab. Который вас будет возить с одного конца острова в другой. Потому что там, как бы, не близкий свет. Муан – это офшор Малайзии. И я почему-то ожидала там чего-то такого компезного, да. И сверхдорогого. А выглядит он, как обычный коттеджный поселок курортный. Очень такой тихий, спокойный. С красивыми цветными домиками. С обилием котиков. Да, котиков там вообще огромное количество. Красивой живой природы. Там всякие птички, ящерицы там. Стоит посетить, стоит увидеть. То есть, там такой вот тихий отдых. Нету там каких-то там ночных клубов и так далее. То есть, но зато, да. Там вокруг этого острова находятся затонувшие корабли, которые привлекают дайверов со всего мира. После Лампуана отправимся обратно в Котто Кинобалу. И следующее видео будет уже из Котто Кинобалу. Так что, если это видео понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok